Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. В Беларуси есть все возможности для преодоления кризисных явлений в экономике и выхода на устойчивое развитие с акцентом на экспорте. А потому нашему машиностроению быть. Глава государства Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Полесский регион посетил закрытое акционерное общество «Амкадор Пинск», а также встретился с трудовым коллективом предприятия. Органам пограничной службы 98 лет. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди с зелеными погонами на плечах. Стражи государственных рубежей. До свидания, любимая Альма Матер. Последний звонок прозвенел для более тысячи выпускников Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Об этих и других событиях прямо сейчас. Нашему машиностроению быть. И не в урезанном виде. Мы будем идти вглубь, как это делаете вы на своих предприятиях вашего производственного объединения, вашего холдинга. Заявил глава государства Александр Лукашенко, посещая дочернюю компанию холдинга «Амкадор» в Пинске. В Беларуси есть все возможности для преодоления кризисных явлений в экономике и выхода на устойчивое развитие с акцентом на экспорте. Рабочую поездку президента в Полесский регион можно назвать продолжением разговора о будущем белорусского машиностроения. Не так давно Александр Лукашенко посетил Минский моторный и тракторный заводы, а также завод по выпуску колесных тягачей. Ситуации на предприятиях, в том числе и на «Амкадоре», во многом отражают положение дел во всей машиностроительной отрасли. С подробностями Лариса Осмолович. Наши зеленые машины называют «Харвестером Кадор 2531» заместителя генерального конструктора холдинга Андрея Герман. Машина выполнена в принципиально новой компоновке с оригинальной кабиной собственного производства и предназначена для валки деревьев, обрезки сучьев. Технических характеристик достаточно много за это и за другие ноу-хау Андрей Герман, работающий на предприятии с начала его образования, номинирован на государственную премию. Производство знает досконально и уверен на все сто. Только ежедневный кропотливый труд может привести к достойным результатам. Рецепт один – надо работать. Работать каждый день, потому что как только мы снизим к себе требования и уйдем, допустим, с этого бизнеса, с машиностроения, наше место сразу же займут другие и скажут нам спасибо. А жизнь так показывает, что если ты постоянно занимаешься одним и тем же, то тебя, наоборот, находят и говорят, а вот сделай же это, ну добавь то-то, чтобы машина получше получится и так далее. И вот в округе, я вижу, в той же Российской Федерации, многие предприятия просто умерли, не выдержали конкуренции. Мы работаем, ну и вот приходит к этому, с этим и успех приходит. Если вот затрагивать лесную тему, то, скажем, мы последние два года по продажам в Российскую Федерацию вышли на третье место. Перед нами только такие мощные корпорации, как Джон Диир и Панце в Финляндии. А, скажем, Камацу мы уже отодвинули на четвертое место. Техника, выпускаемая на Амкадоре, требует высокой квалификации специалиста в управлении ею. Сродни управлению компьютером, все автоматизировано, функций достаточно много. Удобные и простые на самом деле эти машины во всех отношениях практически. Ее можно использовать как и фронтальный погрузчик, и как и экскалатор, и как и грейдер можно в некоторых ситуациях использовать. Многофункциональная такая машина, да? Многофункциональная, да. Максим Миронов – один из тех водителей-испытателей, кто показывал Александру Лакошенко мощности и возможности машин, которые выходят с конвейеров холдинга. Амкадор – предприятие, специализирующегося на производстве и реализации экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков на базе трактора «Беларусь-92П», на собственном шасси – дорожной, снегоуборочной, торфодобывающей и коммунальной техники. Многие линейки – единственные и уникальные на всем пространстве СНГ. А потому востребованные машины надежные, экономичные и производительные, обладают поразительной маневренностью и демонстрируют ювелирную точность. Особая тема, которой постоянно возвращается президент – своеобразные альянсы предприятий. Хороший пример – сотрудничество Амкадора с Минским тракторным заводом, объединение новейших. Разработок двух предприятий позволило создать универсальные машины, легко трансформирующиеся и выполняющие разные функции. При этом присутствует оптимальное соотношение цена-качество, что весьма выгодно заказчику. Европа, Азия, Африка, Россия, Латинская Америка. География поставок белорусского производителя увеличивается. Увеличивается экспорт, а значит, при разумном подходе к производству можно говорить о спросе на нашу продукцию. Машиностроение в стране будет. Мы конкурентоспособны. Мы сегодня уже не говорим, что мы не способны конкурировать с Германией, Швецией или Францией. Мы же этого не говорим. Мы умеем делать не хуже их, если захочем. И продавать мы научились фактически. Конкурировать мы с ними можем. У нас есть еще резервы. Мы не работаем на углеводородах, и вы в том числе, газ, электричество и прочее, так как они. У нас у людей зарплата в 5 раз меньше, чем они. То есть составляющая себестоимости у нас гораздо ниже. Значит, по цене можем конкурировать. То есть у нас есть резервы. И если мы будем мозгами шевелить и рачительно, рационально подходить к производству, каждый на своем рабочем месте, от рабочего национальника цеха до председателя совета директоров, толк будет. Поэтому машиностроению быть, ибо мы бы его так не развивали. Да и знаете, у нас и выхода другого нет. Что заменит машиностроительный комплекс в стране? Ничего. Ну, вообще-то, можно чем-то заменить, но для этого надо миллиарды долларов и переучить наше население. Надо нам это. Нам и не надо это. Надо развивать то, что мы умеем делать. Мы на это делаем упор. Поэтому машиностроением мы занялись, и мы полны решимости здесь добавить. Я думаю, что на нас обратят и другие инвесторы, внимание, и зарубежные инвесторы, в том числе и европейские, и китайские, и в Российской Федерации есть люди с деньгами. Милости просим, мы их сюда приглашаем. Но мы будем создавать свой белорусский продукт. Если они хотят вложить деньги свои, пожалуйста, вкладывайте, вместе будем работать, получайте прибыль. И как бизнесмены говорят, отбивайте свои вложения. Об этом и о многом другом говорил Александр Лукашенко с чиновниками от машиностроения, с членами правительства. При посещении дочернего предприятия «Амкадор» Пинск, в реконструкцию которого инвестировано порядка 400 миллиардов рублей, что должно позволить увеличить объем производства в 2,5 раза. Характерной преимущественной особенностью пинского предприятия является мобильность производства, большая номенклатура, постоянная модернизация и обновление выпускаемой техники, а это более сотни моделей. Многопрофильность позволяет стабильно работать даже при значительном снижении объемов продаж отдельных видов продукции. Для дальнейшего развития требуются оборотные ресурсы, что позволит сократить сроки окупаемости проекта. Если в 2015-м холдинг сработал с отрицательной рентабельностью по многим объективным причинам, холдинг обновлялся за счет кредитования, то уже к концу нынешнего года ожидается выход на положительную рентабельность. Сейчас результат вполне реален. Сейчас у нас хорошие заказы из Бангладеш, сейчас подписан договор с Зимбабве на поставку техники. То есть до конца года вполне реально выйти на эти планированные объемы. Сейчас заказы из России идут, но не хватает немножко денег на оборотку. То есть мы инвестировались, взяли кредиты именно на эти, на строительство. И закредитованы очень сильно, и поэтому денег не хватает на оборотку. Поэтому был вопрос именно как-то помочь нам. Портфель заказов уже сформирован на несколько месяцев вперед. В такие предприятия можно и нужно вкладывать средства. Я думаю, что все-таки и Амкадор выполнит свои обещания. По крайней мере, вы никогда не подводили. Все, что обещали, вы делали. И если вы на конец года сделаете то, что по обещанию, выйдете на тот уровень, вы сами это почувствуете и почувствует предприятие. Но самое главное, будет заложена основа на будущий год и последующие годы. Основа нормальной, стабильной работы. Для того, чтобы выскочить и выйти из этой ситуации, не так много и надо. Конечно, все предприятия требуют того же, что и Амкадор. Но это порядка 35-40 миллионов долларов для того, чтобы закрутить производство и выйти на уровень, на конец года, тот, который вы планируете. Попробуем вам помочь. Думаю, мы найдем возможность такую, поможем. Но, конечно, нужна отдача. Вы, наверное, чувствуете, смотрите, слышите. И мои требования жестокие, даже не жесткие, а уже жестокие. Только вперед. Чего бы нам не стоило. Создание новых рабочих мест – важная часть разговора президента с представителями вертикали власти. Необходимо, еще раз подчеркнул Александр Лукашенко, ежегодно в Беларуси создавать 50 тысяч рабочих мест. Что касаемо Брещины, губернатор региона Анатолий Лис подтвердил, что такая задача области по плечу. Занятость людей, их достойная зарплата в разрезе реконструкции и модернизации предприятий, независимо, к какому сегменту экономики они относятся, три кита, на которых базируется развитие Беларуси на современном этапе. Об обновлении предприятия, о трудовой занятости, о предстоящем пятом Всебелорусском народном собрании и о хоккее, говорил Александр Лукашенко и на встрече с пинчанами-тружениками закрытого акционерного общества «Амкадор-Пинск». К разговору с главой государства был готов весь коллектив закрытого акционерного общества «Амкадор-Пинск», а это более 400 человек. Вопросов немало у каждого, тем и житейские во главе угла, но все-таки основная – это будущее страны, будущее Беларуси. Говорят, в народе своя рубашка ближе к телу, но ментальность беларусов такова, что об этой своей во вторую очередь думается, а в первую – о синеокой. Вопросы разделили на три части. Основной – будущее экономики в целом и машиностроение в частности. Мы серьезно взялись на моем уровне за машиностроение. Очень много было в свое время разговоров. Не нужны нам гиганты, не надо нам то, это, не надо нам «Кадор-МТЗ» или «МАЗ-БелАЗ». Все это мы можем купить. Надо заниматься другими вопросами. Надо продать, надо отдать, надо закрыть. Все это мы прожили, прошли, сохранили, в том числе и «Амкадор». Сегодня это уже не тот «Амкадор», который был когда-то. «Амкадор» – это уже огромная компания, холдинг, как мы его называем, куда уходит, по-моему, два десятка предприятий, меньше, больше, таких, как ваш, больше 6 тысяч работающих. Естественно, это одно из основных предприятий не только машиностроения, но и нашей промышленности. Надо это время пережить. Если мы опустим руки и начнем, как в народе говорят, ныть, стонать, нюни распустим и будем плакаться, что вот кризис, кризис, ну, похороним сами себя заживо. Это не наш путь. Кризис, прежде всего, в головах. Наша продукция сегодня нуждается, в этой продукции нуждаются во всем мире. Надо находить эти государства, которые хотят купить нашу продукцию, и надо научиться продавать эту продукцию. Все нам достается не просто за счет нашего ума, ваших рабочих рук, мы вот это создаем, но это великое производство. Это великое производство. То, что в земле пробурить скважину, добыть, тоже надо опыт, умение, но это гораздо проще, чем создавать подобное творение. Это искусство. Мы это научились сделать, в том числе и Амкадор. И, как меня убеждает и вице-премьер правительства, и Михаил Владимирович Мясникович здесь, руководитель нашего Сената, ну и все, что к концу года мы уже начнем немножко легче нам будет дышать. О судьбе страны вторая часть встречи. Накануне Пятого Всебелорусского собрания всех интересовало, какие задачи будут ставиться на этом своеобразном вече белорусского народа, к чему нужно быть готовыми, какие посылы прозвучат. В самом вопросе понимание того, что отдельный человек или коллектив со всеми трудностями не справится, только всем миром сообща, приняв правильные разумные решения, можно в корне поменять ситуацию. Таковы реалии жизни, так было и так есть, и, наверное, так будет всегда. Но ответственность за разумность принятых решений лежит на тех, кто их принимает, прежде всего на высшем аппарате власти. Это всенародное собрание, оно не зарплату начисляет, оно вырабатывает перспективу. Вот то, что я говорил по машиностроению. Но машиностроение – это деталь. Это только деталь. А Всебелорусское народное собрание будет смотреть в целом на промышленность. Как будем развиваться, какими темпами, что будем делать, какой упор будем делать в основном. Сельское хозяйство, транспорт, строительство, что будем строить, как будем строить, ну, в частности, жилье. Основные приоритеты вчера были определены, три. Я попросил, чтобы мы посмотрели шире, может быть, у нас будет пять приоритетов. Это, прежде всего, инновационная продукция, инвестиции в нее. Второй приоритет – это занятость, создание новых рабочих мест. Мы уже в этом году начали этим заниматься, вы слышали. 50 тысяч рабочих мест мы должны создать за год новых по стране. Третье направление – это экспорт. Мы должны делать ставку на экспорт. Экспорт – это валюта, это новые рынки, это вообще наша жизнь, потому что у нас открытая экономика. Вот три направления, которые перечислены в экономике. Есть и политические вопросы, мы и о них будем говорить. Это и внешняя политика, это оборона. По основным вопросам мы уже приняли решение. Я думаю, нам надо это все собрать и народу в целом представить, какой будет страна через пять лет. Спортивные пенчане не смогли не спросить президента о неудачах наших хоккеистов в нынешнем сезоне и, конечно, о развитии белорусского спорта в целом. Мы отстали и очень серьезно в тактике, в мышлении. И стыдно об этом даже говорить в физической подготовке. Мы слишком рано, наша основная команда «Динамо Минск» вылетела из розыгрыша в КХЛ, Кубка Гагарина. В плей-офф не играли, получился, по-моему, два-три месяца перерыв. Игровой практики нет, ее нельзя заместить товарищескими матчами. Надо было играть и играть там. Но это мы сделаем выводы. Они у меня то и получат в этом году. Пусть сами ищут деньги на свое финансирование. Вторая причина – это подготовка самой команды. Надо все-таки перед спортсменами ставить задачу и требовать выполнения, а не смотреть спортсмену в рот. Даешь результат – играй, не даешь – до свидания – поезжай. Ну и все остальное. Не было командного духа, глаза не горели. Как только почувствовали, что вообще их в страну не пустим, тогда они уже выиграли у французов и остались в этом высшем дивизионе. Спорт есть спорт, все хотят выиграть. Только растопыров пальцы на площадку не надо выходить. Сегодня в хоккей не играют. Сегодня на хоккейной площадке даже не борются, не сражаются. Сегодня на хоккейной площадке и других видах спорта воюют. Если ты туда выходишь, ты должен драться до последнего. Мы это не сделали. Вот главное, что было в голове, недостаток наших хоккеистов. Это касается и некоторых других наших спортсменов. Что наша биатлонная команда хорошо выступила. Не на кого было смотреть. Кстати, а зарплату требуют увеличить в два раза. Мне когда доложили, я спрашиваю, за что. Положите на стол результат. Квартиры, зарплата и прочее будет. Нет результата – нет зарплаты. Без подарков главу государства пенчане не отпустили. Амкадор славится своей уникальной техникой, а потому самые продаваемые модели – экскаваторы и землевозы – в миниатюре украсят экспозиции Дворца Независимости. А сейчас о других событиях. 28 мая профессиональный праздник отмечают те, кого принято называть стражами границ. Их самоотверженный труд – гарантия мира и покоя, территориальной целостности и независимости страны. По-особому к этому празднику относятся жители областного центра Брещины. В истории города над Бугом есть немало героических страниц, ставших таковыми благодаря силе духа людей с зелеными погонами на плечах. Ратные традиции воинов-победителей продолжают их потомки и продолжают достойно. Сегодня слова благодарности и признательности за службу звучали в их адрес в ходе торжественных мероприятий. Тему продолжит Анастасия Стропко. Мероприятия, посвященные Дню пограничников, в Бресте стартовали на Центральной площади. Здесь в честь праздника состоялась церемония награждения военнослужащих. За высокий профессионализм было отмечено порядка 40 человек, которые выбрали делом своей жизни служение Родине. Выбрал эту работу, жизнь эту выбрал, потому что это действительно нужное дело и неотъемлемая часть каждого гражданина и долг мужчины защищать свое государство. Брест – город, границы которого являются и государственными рубежами одновременно. И это во многом определяет тот факт, что пограничников у нас воспитывают с детства. Учащиеся кадетских классов 28 мая в определенной степени считают и своим праздником. И находясь в одном строю с теми, кто уже носит настоящие зеленые погоны, ребята наверняка мечтают о собственной службе на границе. Я хочу очень сильно связать свою жизнь с пограничной службой. Я очень долго думала, но я спросила своих двух дядей, они тоже пополковники, сказали в кадетский класс мне идти, что там будет лучше. Мне в этом пограничном классе очень нравится. Я хочу продолжать тренироваться, чтобы быть лучше. В свои праздники представители военизированных структур отмечают, как принято говорить, без отрыва от производства. Ведь и сегодня коллеги и сослуживцы, принимающих участие в параде пограничников, находятся на боевом посту, охраняя родные рубежи. Границу нельзя оставлять без надежной защиты, а потому совсем неудивительно, что и во время празднований разговор не раз возвращается в рабочее русло. Только здесь за истекший период этого года сотрудниками Брестской пограничной группы задержано около 500 нарушителей законодательства государственной границы Республики Беларусь. Из них 25, уже 25, это нарушители границы. Кроме того, задержано товароматериальных ценностей и предметов административно-таможенного праворушения на сумму более 2 миллиарда белорусских рублей. Но эти результаты немысливые были бы без поддержки и опоры на сотрудников Брестской, таможни, органов внутренних дел и комитета государственной безопасности. Отдельно благодарность руководству города Бреста и области за создание комфортных условий несения службы сотрудников Брестской пограничной группы. Продолжилось мероприятие у мемориала «Стражам границ». С 98-летием пограничников поздравили представители областной и городской вертикали власти, а также взаимодействующих силовых структур и ведомств. С приветственным словом к виновникам торжества обратился губернатор региона Анатолий Лис. В прошлом веке мы думали о том, что в 21 веке границ не будет. К сожалению, это не так. И сегодня государство суверенное, оно отличается тем, что у него основные атрибуты. Это гимн, герб, армия, но и наличие собственных границ. Наша страна никому не угрожает. Мы проводим миролюбивую политику, но вместе с тем свою землю и свои границы мы строго и надежно охраняем. В этом большая заслуга пограничников, которые несут службу сегодня в Брестской области. Мне сегодня, в этот праздничный день, хотелось бы пожелать ветеранам, прежде всего, крепкого здоровья, долголетия. Ну а воинам, пограничникам, конечно, достойно служить и защищать нашу Родину. Как не бывает бывших пограничников, ведь, как известно, военнослужащие это навсегда, так нет в приграничном Бресте людей, которые не испытывали бы особую ответственность за сохранность белорусских рубежей. А потому 28 мая здесь каждый и поздравляет, и сам принимает поздравления одновременно. Но без всяких сомнений, в первую очередь, благодарит тех, кто в настоящее время, как зеницу ока, охраняет государственную границу Беларуси. В этот день хочу поздравить всех солдат, прапочков, офицеров, командование Брестской пограничной группы, ветеранов, жителей пограничного города Бреста с праздником 28 мая. С Днем пограничников пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия. Я хочу поздравить пограничников, чтобы у них было хорошее здоровье и всегда никто не пересекал границу с запрещенными веществами. Я желаю пограничникам счастья, здоровья, чтобы они также продолжали в этом же духе защищать нашу родину, нашу границу. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Последний звонок прозвенел для более тысячи выпускников Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Для них студенческая пора закончилась. Впереди государственные экзамены, получение дипломов о высшем образовании и взрослая жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями и новыми достижениями. За время обучения в Альма-Матер юноши и девушки достигли больших высот не только в учебной, но и в научной, спортивной и творческой жизни. На торжественной линейке лучшим из них были вручены почетные грамоты. Об одной из таких студенток нашей коллеге по журналистскому цеху пойдет речь в следующем сюжете. Героиня нашего сюжета в особом представлении не нуждается. Зрители знают ее как автора не одной сотни материалов, которые выходили в эфире телеканала БУК-ТВ. Речь идет о корреспонденте Анастасии Надрин-Плотницкой и одновременно выпускнице филологического факультета БРГУ имени Пушкина. За активное участие в общественной жизни родного ВУЗа и освещение в средствах массовой информации знаковых мероприятий, которые происходили в стенах Альма-Матер, ректор Анна Сендер вручила Анастасии грамоту университета и поздравила с окончанием ВУЗа. Конечно, все-таки немножко грустно, потому что пять лет прошли очень быстро. Это, наверное, довольно маленький этап для жизни человека. Но все-таки они были насыщенными, интересными. Сегодня ты вспоминаешь какие-то вот эти вот волнительные моменты, эти же экзамены, зачеты, но в то же время очень много было веселого, очень много было интересного. Университет подарил друзей в первую очередь, подарил знания, подарил хороший жизненный опыт. Школу, наверное, становления человека. И в этом, я думаю, что он мне поможет и в будущем реализовываться, как в профессиональной сфере, так и в личной. Наряду с Анастасией университетских наград удостоились еще 37 выпускников. Председатели студенческого самоуправления, обладатели различных премий и стипендиаты, дипломанты, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Все они достигли больших высот в учебе, научной деятельности, а также в спортивной и творческой жизни. Многие ребята занесены в реестр одаренных детей страны. Окончание учебы в Пушкинке для них очередная вершина, покорение которой они запомнят на всю жизнь. Те годы, которые проведены в стенах этого университета, они являются особенными. Именно потому что наша альма-матер, она относится, наверное, к той редкой категории учебных заведений, которые умеют не только обучить, но еще воспитать особенный дух гордости за те стены, в которых мы, в принципе, обучались. Все студенты, которые учатся у нас в университете, это люди, которые мотивированы на профессиональную деятельность. Все бюджетники, которые окончили университет на бюджетной основе, получили распределение, все до одного. Это говорит о том, что те кадры, которые мы готовим в университете, востребованы на рынке труда. И, конечно же, для наших выпускников это сегодня очень торжественное мероприятие. Они ждали его пять лет. Этот звонок для них будет, видно, звучать с особой радостью, потому что они вступают во взрослую жизнь. Не только студенты, но и их родители удостоились наград за достойное воспитание. Грамотой с таким названием ректор Анна Сендер выразила родителям выпускников свою благодарность. Уже через месяц в торжественной обстановке ребята получат дипломы о высшем образовании, свидетельство об окончании студенческой поры. Поры, которая навсегда останется в памяти каждого выпускника, который пять лет назад переступил порог своего родного университета. Я желаю всем им состояться как профессионалы, чтобы они нашли свою вторую половину. Потому что кто-то из великих очень хорошо сказал, что счастливый человек это тот, который с удовольствием утром идет на работу, а вечером возвращается домой. Это возможно в том случае, если есть любимая работа и любимая семья. Так вот я желаю нашим студентам, чтобы они в этом плане были абсолютно счастливы и трудились на благо нашей замечательной страны. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Ежегодный слет юных спасателей в юбилейный 15-й раз собрал самых активных, спортивных, выносливых и стойких участников областной организации, победителей городских и районных состязаний и олимпиад. Соревновательная программа нынешнего мероприятия была насыщенной. Под открытым небом в излюбленном месте деревни Новоселки Кобринского района ребята из разных регионов области на протяжении трех дней активно проводили время. Участвовали в конкурсах и испытаниях от сотрудников МЧС. За мероприятием наблюдала наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Прологом к молодежному празднику с лета 2016 стало традиционное приветствие участников. Напутственные слова от заслуженного спасателя Беларуси Константина Шершиновича задали тон мероприятию. Все самое интересное ожидало впереди. 18 команд участниц принимали гостей в своих палаточных городках. Удивляли, как могли. Отойдя от канонов, лунинчане встречали вареньем. Ребята из других районов предлагали фирменную уху. Кобринчане отличились музыкальностью. Конец декабря, глубокий вечер. И уже близок тот миг. Гаснут фонари, зажигаются свечи ночи. Представители Брестского района поделили спортивные стратегии. Опытный руководитель подготовил команду к каждому из возможных испытаний. Серьезные соперники, победители прошлого года, ребята из Малориты в том же составе решили повторить успех. Прошлая победа, можно сказать, что она вас простимулировала поучаствовать в этом году? Ну, как говорится, удержать победу тяжелее, чем выиграть. Поэтому я думаю, что сегодня, на протяжении этих трех дней, нам будет намного тяжелее. Но я думаю, я, наверное, даже уверена, что мы сделаем все возможное. Помимо традиционной эстафеты, ребята ждал не менее сложный конкурс под условным названием «Водная преграда». Упражнения на плоту, переправа через озеро и многое другое. Главная задача – перебороть страх и уверенно пройти испытания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испытания на воде добавили адреналина. Сориентироваться в ситуации, не дать волнению, а держать верх. Сложно и быстро справиться с задачами, выйти на финишную прямую с хорошим результатом. Удастся ли это взрослому – большой вопрос. Подростки же показали, что смелости и ловкости им не занимать. Ощущения зашкаливают. Это очень интересно, захватывающе. Ты представляешь, что там надо спасти не манекена, а человека. Ты плывешь, думаешь, как бы это все успеть, как бы это все сделать, тем более это все на время. Юбилейный слет-конкурс стал показательным. Он доказал широкие возможности подростков и их стремление во что бы то ни стало быть первыми во всем. Будь то творчество или спорт, медицина или владение навыками пожарной безопасности. Это зарождение тех же основ безопасности жизнедеятельности в каждом человеке, в школьнике, а затем в нашем обществе. Это опять-таки та же самая культура поведения, это наша общая культура, это здоровый образ жизни. И вообще в целом это очень здорово, потому что ребята проявляют много творчества. Из этих 15 лет, наверное, десяток лет мы точно работаем вместе с службой МЧС при проведении вот таких слетов. Эти слеты юных спасателей, они очень важны для подрастающего поколения. Ну и это один из, наверное, способов еще раз показать детям, научить их, как вести себя в той или иной ситуации. Проникнуться атмосферой, ощутить настроение праздника удалось даже нашей съемочной группе в процессе подготовки сюжета. Молодежный слет, прошедший на высочайшем уровне, заслуга дружного коллектива спасателей Брестского областного управления МЧС. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Буг Информ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Буг ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Буг Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни» я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 30 мая погода в Беларуси сформирует влажная, теплая и неустойчивая воздушная масса. Брещанам, любителям загородного отдыха, можно смело планировать выезды на природу. День будет теплым и без осадков. Температура воздуха ночью 15-17 градусов, до 26 прогреться воздух в течение дня. Начало рабочей недели, по предварительным прогнозам синоптиков, в Бресте будет отмечено дождями и грозами. Своё влияние продолжат оказывать влажные, теплые и неустойчивые воздушные массы. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 16-27 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова